Всем привет! С вами развлекательный канал Экспресс и программа Геймзона. Меня зовут Дэн. На протяжении следующих 10 минут я буду знакомить вас только с самыми горячими новинками индустрии виртуальных развлечений. В нашей сегодняшней программе мини-игры для мобилок, читы для Unreal Tournament 2004, тройка самых хитовых игрушек недели, а в качестве десерта — брутальный хэк-эн-слэш-конан. Но сначала новости. По сообщению ведущих информационных агентств США, совсем недавно правительство этой страны ввело запрет на распространение игры Counter-Strike. К счастью, мы с вами живем не в США, а в России, и нам с вами играть в КС никто не запрещает. К слову, всех любителей этого онлайнового шутера совсем скоро ожидает приятный сюрприз. 1 и 2 мая в Барнауле в игровом клубе Plasma состоится первый открытый чемпионат Алтайского края по этой игре. Соревнования пройдут при поддержке развлекательного канала Экспресс, а также компании Мир Видеоигр и фирмы RCC Tech. Чемпионат будет проводиться по правилам ВЦГ, достаточно простой и понятной системе, на картах Dust2, Train, Inferno, Nuke и некоторых других. Многие команды Барнаула, такие как DAD, NWTD, KS Union и Top5 уже заявили о своем участии в соревнованиях. Также в чемпионате примут участие лучшие сборные из Новосибирска, Рубцовска, Бийска, Новоалтайской и Тольменки. Из-за того, чтобы стать участником большой битвы, каждой команде необходимо зарегистрироваться в любом отделении компьютерного салона Plasma. Или сделать это по телефону 36 10 68 и 36 61 35. Взнос за участие составляет 350 рублей. Ну а далее пусть победа достанется сильнейшим. Помимо 50% от призового фонда, победителю достанется масса призов от спонсоров большой битвы. Первый открытый чемпионат Алтайского края — это отличный шанс заявить о себе. Не упусти его, докажи, что ты и твоя команда лучшие в крае. У меня в руках находится диск с игрушкой NOSCAR Thunder 2004. Прямо сейчас этот хардкорный гоночный симулятор может стать вашим. Для того, чтобы получить этот диск, вам нужно первым прислать правильный ответ на мой вопрос на пейджер редакции. Абонент — Вечерний Экспресс. Ну а вопрос такой. В каком году вышла первая игра серии NOSCAR? Играйте и выигрывайте. А мы тем временем продолжаем. На очереди мини-игры для ваших сотовых телефонов. Сегодня обозреваем игрушку под названием Цапер. Аркадный рейсинг от компании India Games. Езда по пресеченной местности на скорости в 150 миль в час никогда еще не была такой простой и приятной. Геймплей чем-то отдаленно напоминает режим драк-рейсинга в Need for Speed. За тем исключением, что ехать вам придется не на тюнингованном уличном болиде, а за рулем весьма внушительного внедорожника. Управление совершенно интуитивное и не требует чрезмерной концентрации при игре. Основная цель — пройти определенный участок трассы быстрее, чем это сделает соперник. Хитрость игры заключается в том, что вам необходимо быстрее оппонента собрать разбросанные на дороге канистры с топливом. Словом, игра приятная. Графика вполне на уровне, да и звук совсем неплох. Если ваш мобильник поддерживает Ява, советую вам попробовать эту игру. Все игры, которые вы видите в нашей программе, можно без труда найти в любом из фирменных отделов компании Gigabyte. Магазины CD-центра, напомню, находятся по адресам. Проспект Строители 16, КДМ Маркет и Проспект Красноармейский 64, торговый центр Майский. Ну а мы продолжаем. На очереди тройка лучших игр недели. На третьей позиции на этой неделе Колин Макрей Ралли 2004. Не прошло и полгода с момента выхода очередной приставочной версии лучшего раллийного симулятора. Как, наконец, он добрался и до PC. Игра способная произвести неизгладимое впечатление на всех поклонников автоспорта. Современная графика и отличный звук. Экстремальная езда по пересеченной местности на предельных скоростях. Широкие возможности модификации собственного болида и живописной трассы в самых разных уголках нашей планеты. Все это Колин Макрей Ралли 2004. Если вы еще не попробовали эту игру, настоятельно рекомендую вам поскорее это сделать. На втором месте в тройке самых популярных игрушек в неделе Far Cry. Море, солнце, небо и песочек, пальмы, джунгли и древние храмы. А также вооруженные до зубов наемники и кровожадные монстры. Исследовательские центры и военные базы, лодки, катера и джипы. А также классный звук и ураганная динамика. Как результат, огромное удовольствие от всего происходящего. Без сомнения, эта новинка от Crytek достойна особого внимания. По крайней мере, она позволит скоротать время, оставшееся до выхода настоящих столпов жанра. Doom 3 и Half-Life 2. Ну а чемпион этой недели — Siberia 2. Первая часть игры с таким родным для русского сердца названием вышла в свет летом 2002 года. А 31 марта года нынешнего увидел свет долгожданный сиквел этой потрясающей игры от студии MyCroids. Графика на пятерку с плюсом и отличный сюжет обеспечили Siberia неслабеющий интерес любителей адвенчур всего мира. Кейт Уокер возвращается, а значит, нас вновь ждут приключения. А теперь гейм-секреты. Сегодня, как обычно, я приготовил для вас кое-что особенное. А именно, коды для только что сошедшего со стапелей Atari супер-мега-шутера Unreal Tournament 2004. Всё, что нужно сделать для того, чтобы получить доступ к кодам, — это открыть консоль. В Unreal Tournament она свободна для редактирования и открывается, как обычно, тильдой. Введя Loaded, вы получаете всё оружие. А введя All-Armure 999 — бесконечные боеприпасы. Для того, чтобы сделаться бессмертным, просто введите ГАД. AdBots добавляет указанное количество ботов в игру. Боуст убирает гравитацию и включает режим прохождения сквозь стены. Введёте Fly, и ваш персонаж сможет летать. Ну а телепорт позволит вам мгновенно перенестись в точку, указанную прицелом. Итак, Конан. В 60-х годах прошлого столетия, когда от эльфов было не продохнуть, а от хоббитов рябило в глазах, Хайбарийский мир, придуманный легендарным Робертом Хавардом, стал единственной более или менее стройной альтернативой экспансии Средиземья. Брутальные комиксы о варваре Искимерии давали добрым сказкам прикурить. Далее вышел фильм с неподражаемым армией. И вот теперь, наконец-то, появилась и игра. Смотрим. Первое, что бросается в глаза, так это отсутствие нормального сюжета. Может, в данном случае вообще не стоило придираться, потому что жанр игры — типичная фэнтези-мясорубка. Но когда имеется столь богатая литературная основа, творить банальщину нет уж у Войди. Итак, Конан возвращается домой. Отрастив за год на чужбине такие мускулы, что наш герой стал похожим на человека, набитого до отказа баскетбольными мечами. А дома, как водится, уже погостили вражеские отморозки. Разорили селения, женщины бесчестили, мужчины безглавили. И теперь Конану надо всю дорогу мстить, постепенно узнавая, что за каждым следующим противником стоит еще более злобный лиходей. По трупам шестерок рано или поздно придется добраться до самого мирового зла, судьба которого, кстати, предрешена еще в заставке. На первый взгляд геймплей напоминает Blade of Darkness. Однако процесс хоть и близок, но в то же время далеко не так прекрасен, как это было в нетленном хэк-н-слэше. Раскладка клавиш вполне удобная для того, чтобы шинковать врагов табунами. Но, тем не менее, обладатели удобных геймпэдов лишний раз позлорадствуют над теми, кто вынужден орудовать мечом, имея под рукой лишь скрипучую клавиатуру и пару кнопок грызуна. Комбо-серии делаются просто. Видно, что создатели пытались найти какой-то компромисс между адептами консоли и упёртыми фанатами персональных компьютеров. Но до уровня недавнего «Властелина колец» игре еще топать и топать. Выделывать некоторые особо замысловатые комбинации смогут только те, кто в совершенстве овладел техникой кунг-фу для пары пальцев. Остальным надо приготовиться к судорогам конечностей и морским узлам на запястьях. В игре есть возможность ставить блоки, что уже делает процесс чуть менее примитивным, чем обычные одноклеточные забавы. Очередуя блоки и выпады, приходится сражаться с превосходящими силами противника. Хотя те и не наваливаются на вас горой, как это делали те же орки во «Властелина». Вообще, по эпическому размаху и глобальности происходящего, Конан не слишком сочный фрукт. Битвы есть, и их много, но пафоса в них не посыпали ни крупинки. Пресно и буднично. Будто не мир спасаем, а хулиганов гоняем по двору. Резюмируя, можно смело утверждать, что это вполне добротный продукт. Ничего гениального, но помахать мечом можно от души. Нашпигованный куча роликов на движке, ни длинный, ни короткий, ни фееричный, но и непровальный. Середнячок. Таким и должны быть игры про Конана, величайшего из варваров в литературе. На сегодня все. Прощаюсь с вами, но только на одну неделю. До встречи в следующую среду на канале Экспресс. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова